Настольный теннис в Советском Союзе Самара не была исключением. В 1965 году была открыта многовидовая спортивная школа, в которой почетное место занял и настольный теннис. Была воспитана не одна плеяда поколений известных спортсменов, которые защищали честь не только школы Самарской области, но и в составе сборной команды России завоевывали самые высокие титулы и медали. Со временем остальные виды спорта отсеялись, да и самые весомые успехи наблюдались именно в настольном теннисе. Школа была преобразована в школу Олимпийского резерва номер 12. История и достижения спортивного учреждения связаны с именами чемпионов, гордостей нашего края. Один из самых ярких представителей – Виктор Попов. 12-кратный победитель чемпионата страны, победитель Всемирной универсиады. Его самобытная, очень интересная, оригинальная игра, она просто зачаровывала ее, значит, как бы очень привлекала к себе огромное число почитателей этого вида спорта. Это не только почитатели, просто настолько была филигранна его игра, что она вызывала восхищение даже тех, которые еще как бы особых таинств этой игры и самый непосек. Рассказывая историю школы Олимпийского резерва, нельзя не упомянуть имена Анны Тихомировой, чемпионки страны, участницы Олимпийских игр в Великобритании, Сергея Кельмани, Алексея Смирнове, Денисе Гаврилове и, конечно, Алексея Мурзове, двукратном победителе первенства Европы в Афинах. За него Виктор Павленко получил звание заслуженного тренера страны. Прижимай, играй, хорошо. Директор и тренер школы Виктор Павленко тренирует сегодня 360 ребят разного возраста. Каждое соревнование своих подопечных помнит наизусть, даже те, что прошли много лет назад. В 1971-м на чемпионате СССР по настольному теннису играли и его ученики. Это проходило в стенах городского дворца спорта. И практически все дни, что шли эти соревнования, этот дворец спорта был заполнен до отказа. В этом году школа будет отмечать свой юбилей 50 лет. За эти годы она переживала разные периоды подъема и спада. К счастью, сегодня она процветает и растит новых чемпионов. Мы сейчас присутствуем на тренировке, которая проходит в специализированном зале настольного тенниса школы Олимпийского резерва номер 12. Зал, в котором находятся 13 теннисных столов, который оборудован всем необходимым для того, чтобы тренировки проходили на самом современном уровне. Это покрытие, это теннисные столы, отвечающие самым высоким стандартам. И все, что необходимо – мячи, ракетки. Одновременно в зале могут заниматься 26 спортсменов. Кроме самой игры ребята выполняют общую физическую подготовку. Бегают, приседают, отжимаются. Чемпионы должны быть готовы на 100%. Я играла чемпионат Европы два года назад. Я взяла первое место. Мне было очень тяжело. Я выиграла за первое место девочка-француженка 3-2. Был такой матч очень серьезный, было очень страшно. Но тем не менее я поборола свои страхи, и как-то не получилось. Я сначала не поверила, я расплакалась вообще. Я была очень рада. Гордость Самары. 13-летняя Маша Тайлакова. 7 лет в спорте. В прошлом году выиграла чемпионат Европы. В этом – межконтинентальное первенство. Говорит, победы не всегда даются легко. Работала очень много. За счет характера. Боролась, не сдавалась. Упертая очень. Борюсь до конца. Всегда. На тренировках очень много нужно работать. Нагрузка физически. А на соревнованиях очень много морали. Психологическая нагрузка очень большая. В своем деле Мария – настоящий профессионал. Он мечтает стать прославленной на весь мир спортсменкой. Потом тренировать молодое поколение. Нужно встать, согнуть ноги, чтобы было удобно стоять, чтобы никуда не упасть. И чтобы удобнее потом было выходить на мяч. Чуть-чуть. Туловище чуть-чуть вперед, чтобы удобнее было тоже выходить на мяч. Наши молодые звездочки продолжают делать успехи. Прославлять Самару на российских чемпионатах и на межконтинентальных первенствах. Нашими спортсменами школы завоевано очень много медалей разного достоинства. И вот этот кубок – это одна из последних спортивных реликвий, которые завоевала наша мужская команда в прошлом году в клубном чемпионате страны, заняв первое место. Пользу от занятий в школе, от игры в настольный теннис трудно переоценить. Это и здоровье, и сильные эмоции, напряженная борьба. Порой, конечно, и грусть от поражений. Но сами спортсмены признаются – ничто не заменит того чувства счастья, когда ты понимаешь, что ты победитель. Рекомендую заняться, потому что интересная игра. Здесь нужно думать, очень динамично, интересно. Это все время захватывает. У нас здесь хорошо, интересно видит спорта. Постоянно занимаешься, физическая подготовка. И будешь сильным. Приходите в нашу школу. Спорт – это здорово.